Здравствуйте, дорогие мои друзья! Помните вот этот ролик? Называется «Говносборка Хакер 2019 на основе Windows XP». Данный ролик набрал почти 31 тысячу просмотров. Он очень вам понравился, потому что набрал тысячу лайков. И что вы думаете, господа? Почему я выпустил продолжение? Потому что автор решил выпустить продолжение данной сборки на Windows XP. Хакер от 19.04.2019 года. До этого мы рассматривали вот эту сборку. И когда я увидел продолжение, я просто-напросто охренел. Если вы не смотрели предыдущий ролик про «Говносборку Хакер», пожалуйста, посмотрите. Итак, до этого данная сборка выглядела как-то вот так. Но автор решил все это дело переделать и модернизировать. Как это выглядит сейчас? Посмотрите. Это уже совершенно модернизированный интерфейс. Мы просто обязаны увидеть вот этот шедевр. Сейчас у меня проходит процесс скачивания. Я надеюсь, что он очень быстро закончится. Итак, этап установки, который, в принципе, я хотел пропустить. Но, смотрите. Он изменил лицензионное соглашение Windows XP. Тут написано просто откровенная дичь. Написано «Хакер 10». Распространяется по принципу «As is». Ну, не знаю, логопеды, которые знают английский, поправят. Тут написано, как есть. Ну, если честно, даже и не влазит весь список этого соглашения. Почему-то в окно виртуальной машины. Я, если честно, просто в шоке. Нахрена это было нужно делать? Так, нажимаем F8. Нажимаем вот. Так, этап установки драйверов. Инсталлятор переделанный под семерку. В принципе, я это уже все видел. Поэтому, наверное, не думаю, что стоит это повторять. Вот фрагмент из предыдущей части. И тут, как вы можете видеть, аналогично вот такой инсталлятор. Тоже выбор драйверов. Поэтому этот этап мы, наверное, пропустим. Итак, загрузилась система. Многие моменты мы пропустили, потому что они были в предыдущем видео. А я считаю, что нужно посмотреть первую часть. Потом уже смотреть вторую часть. Чтобы увидеть эволюцию данного великолепного продукта. Я решил показать вам этот продукт. Именно в таком виде выбрал вот эту тему. Как по умолчанию, чтобы она здесь была показана. Чтобы вы понимали, с чем вы имеете дело. Это болото. Вот видите, разжиженное говно. И вот такая вот интересная тема оформления. Как всегда здесь присутствуют. Вот такие гейские часы. Которые выпирают слегка из панели. Здесь у нас ракушка. Если к ней приложить ухо, вы услышите пердеж. Вот. Вот здесь такое вот у нас интересное меню. Если вы думаете, что это единственная говнотема, вы глубоко ошибаетесь. И еще хочу сказать. Народ. Мне кажется, что ничего не изменилось. По сути. Изменились условия. Точнее, появились новые какие-то уродские темы. Косяки с кодировкой. А вот программное обеспечение он так и не обновил. Вообще не обновил. Например, давайте запустим U-Torrent. Посмотрите, какая версия U-Torrent. 1.7.5. Самое интересное, что программа все время пытается обновиться. И вот этими обновлениями сама себя вешает. Очень интересно за этим наблюдать. Посмотрим о программе. Программа 2007 года. То есть, это актуальная программа. Конечно же, без уязвимости. Ведь за столько лет, естественно, уязвимости здесь никаких нет. В качестве самой главной основной программы здесь у нас присутствует программа «Выйти в интернет». Она же браузер Amiga. Все вы помните, что это за Amiga-браузер. Здесь у нас различные ссылки. И, например, ссылка на говносайт. Кто смотрел первую часть, то видел, что там присутствовал какой-то стрёмный говносайт. Теперь тут их несколько. Вот первый сайт. Тут также присутствует какая-то реклама. Ну, например, реклама 1xbet. Дайте я выйду с этого говна. Далее какой-то Astana TSPR. Тоже на Юкозе. Что это? Ну, вы меня поняли. Срочно нужно выйти, чтобы рекламу не смотреть. Ах, ужас. Притом автор забыл в браузере историю посещений сайтов. Вы можете нажать вот сюда и посмотреть, что же у нас посещал автор. 10 лучших треков. Россия радио Бульба Шоу. Взаимопиар реклама групп. Короче, вот такими вещами он занимается, потому что честным способом привлечь публику он не может. Поэтому нужно заниматься взаимопиаром, ну и так далее. Тут куча всякого. Я кино, антибеспредел, клипы про кино, Европа Плюс и многое-многое-многое другое. Что за флирчат? Надеюсь, не порнуха. А это тот самый сайт, который присутствовал в прошлый раз. Как вы думаете, всерьез он использует браузер Амиго или нет? Я, если честно, не знаю даже. Мне даже страшно подумать. Запустим и шаг. Hacker-cducos.com Запускается тот же самый говносайт. В предыдущей части мы уже разобрали его. Здесь он не запустится, поэтому сайт надо будет смотреть с какого-нибудь другого браузера, но мы уже его смотрели. Давайте зайдем в пуск. Панель управления. Боже, как все выродочно-то выглядит, а? И при том, если вы думаете, что я тут тему подобрал такую плохую, вы увидите, что это не самая еще плохая тема. Посмотрим, какой здесь присутствует у нас софт. Все тот же самый, древний, как говно, мамонта софт. Ультра-СО, кстати, очень полезная программа. Зато обновил WinRar. Не думаю, что самая актуальная тема, но более и менее. Ядоба флешплеер тут с коробки есть. Естественно, здесь не весь список софта. Софта гораздо больше. Насчет тем оформления и битой котировки. Нажимаете вот сюда, да? Нажимаете вот сюда, и вам нужно выбрать темы. Кстати, они тут еще начали нормально отображаться. Я вот ожидал, что здесь будут артефакты. Вот честно слово. Ну да ладно, давайте другую какую-нибудь тему выберем. Chrome XP 2. Допустим вот эту. Да здравствуй, 2003. Ну пусть будет эта тема. Еще появилась вот такая вот деревянная тема. Назову ее Буратино. Очень странно, потому что артефакты на самом деле были. Блин, я вовремя все это не заснял. Они периодически, возможно, будут появляться и пропадать. Ну, блин, печаль. Говорят, что вот этот браузер специально был создан для белорусов, которые в те далекие годы использовали его для того, чтобы сидеть в Белоруссии под Балфлай. Якобы тут какие-то штуки. О, ну вот я вижу, да? Гостевые сайты. Что такое гостевые сайты? Даже если у вас в нулевые, там, в начале десятых заканчивались бабки на Балфлай, вы могли посещать гостевые сайты. Был даже свой торрент-трекер. Назывался он TorrentsBuy. Видите, городские порталы. Было халявное онлайн-телевидение. Даже была своя социальная сеть, которая уже, к сожалению, погибла. Социалка была неплохой. Чтобы про нее не говорили. Вот список как раз вот этих ресурсов, которые можно было посещать по гостю. Вот специальный такой браузер для белорусов. Сейчас гостевой убрали. И смысла в данном браузере нет никакого. Какого, в принципе, из года версии? Версия 19.0.2. Это какой-то гибрид на Firefox, естественно. Но, как понял, уже сам браузер не поддерживается. Почему сборка так много весит? Дело в том, что прямо в сборке огромное количество различных игр. Например, Суперкорова, игры для развития памяти. Видите, да, какие шары. Потом Сериал Сэм первый и многие другие игры. Короче, все это дело весит целых 4 гига. Притом пиратская версия Counter-Strike 1.6 прямо внутри. Вообще, если бы я не знал, что сборка собрана в 2019 году. Я повторяю, что я думаю, что это пересборка какого-то старого релиза. Точнее, сборки. Я бы подумал, что это кандидат для классики говносборок. Но не выглядит это как сборка 2019 года. Очень симпатичная тема оформления в кавычках. Особенно, обратите внимание, видите, рамка окна. Одна кнопочка ниже, чем вот эта кнопочка. То есть, смотрите, насколько криво это все выглядит. А вот та самая говно-тема в стиле Windows 8, конечно, на восьмерку это не сильно так и похоже, вот, которая была в описании. Как раз вот эта тема и выдает то, что данная сборка где-то как раз не нулевых, а уже 2010-х. Самое интересное, что автор говорит, что данный дистрибутив пересобран с нуля с оригинальной русской версии Windows XP SP3. И как я понял, он говорит, что пересобран он в 2019 году. Я не поверю, что он специально запихивал такой старый софт. Потому что для XP существует гораздо более новый и нормальный софт. Самое главное, он отключил восстановление системы. Я понимаю, что восстановление в принципе можно включить. Но включить его может человек в здравом уме. Но в здравом уме человек никогда себе не установит на компьютер вот это. Создатель сборки Путана. Путана в народе это женщина, которая продает свое тело. Вопрос автору. Причем тут хакер? Какое отношение вот это уродство имеет к хакерству? Хакерство это мошенничество. Это когда с помощью компьютера что-то забирают у другого. Первое, что у меня возникает в голове. Вот это уродство что-то пытается у кого-то отобрать. Я про говносборку. Потому что самого автора я в лицо не видел. А так как он называет себя Путаной, может даже он красивый. И еще. Мне кажется, что оригинальная сборка была собрана в 2010 году. Об этом говорит как раз вот эта надпись. Скорее всего, автор сборки, я уже говорил в прошлом ролике, взял какую-то очень-очень старую говносборку. На сборку пересобрал ее, не меняя даже тот софт, который когда-то сюда засунули. Но максимум он сюда браузер Омега, наверное, добавил. Скорее всего, первый автор сборки, он же Путана, является, наверное, белорусом. А может быть Путана ее и пересобрал. Скорее всего, он гражданин Казахстана. А первый автор, который когда-то в 2010 или 2009 году собрал оригинальный хакер CD. Именно народ CD, потому что это DVD. Скорее всего, оригинальная сборка была CD. То есть, она была весом примерно в 700 мегабайт. И вот эти программы, типа Shampa 6, U-Torrent 1.7, они сюда, в принципе, влазили. И, наверное, тот белорус, который это собрал. Почему я подумал белорус, что это белорус? Потому что вот этот браузер для Балфлай, белорусской сети, или точнее белорусского провайдера, нахрен Казаху не нужны. Почему я подумал, что это Казах? Тем более, еще малолетний Казах, потому что создает свои говносайты на ЮКОС. Астаны в Белоруссии нет. Элементарно, Ватсон. Итоги. Какой-то белорус когда-то, в году 2009-2010, собрал говносборку хакер CD. Спустя много лет, в 2019 году, какой-то малолетний Казах пересобирает ее, притом под старым названием, запихивает туда огромное количество ненужного говна, запихивает туда браузер Amiga и перезаливает на торренты. Кстати, радио Азатык в Белоруссии тоже не слушают. Тут очень много различных казахских ссылок на различные казахские какие-то группы в ВК, ресурсы. Вот, например, паблики ВК Астана. Вот такая вот была вторая часть. Вот такая вот ужасная мудацкая сборка. Могу ли я ее советовать? Я уже все сказал в первом ролике. А прошу, перед тем, как смотреть второй ролик, посмотрите первый. В этой части я многое рассказываю, то, что недосказал в первой части. Тут мы подвели все итоги. На этом я заканчиваю. Всем пока. Спасибо за внимание.